Друзья, здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию порассуждать, сколько же лет на самом деле христианство. Это очень серьезная тема, и я думаю, можно хорошо над этим задуматься. Для тех, кто впервые на моем канале или недавно подписался на мой канал, меня зовут Евгений, я христианин 20 лет, верую в Господа Иисуса Христа, имею свидетельство в своем сердце, что он живой, отвечает на молитвы и продолжает свой труд со дней Пятидесятницы, с того времени, как образовалась Первоапостольская Церковь. Но сегодня у нас речь пойдет об образовании православия на территории, так скажем, современной России, ну или православия на Руси. Официально, по православной версии, считается, что суда христианства пришло тысячу лет назад, тогда как по нашему календарю на сегодняшний день 2017 год. Если округлить эту дату, Иисус Христос пришел две тысячи лет назад. А теперь будьте очень внимательны. И только лишь через тысячу лет христианство дошло до России. Вам ничего здесь не кажется странным? На мой взгляд, это слишком растянутая дата во времени. И в этом обращении я постараюсь показать вам некоторые мысли, над которыми, я думаю, вам будет полезно поразмышлять. А на самом ли деле Иисус пришел именно две тысячи лет назад? Я не сомневаюсь в личности самого Иисуса Христа, но исследуя историю христианства, исследуя историю протестантизма, именно в том виде, как нам ее преподносит официальная, так скажем, церковь, очень много возникает сомнений. Ну, давайте начнем с того. Если мы предположим, что Иисус приходил именно две тысячи лет назад, согласитесь, гигантских размеров дата две тысячи лет – это не двести лет назад. Ну, даже если взять и двести лет назад, то цифра двести тоже большая по нашим сегодняшним человеческим меркам жизни. Так вот, нам говорят, что Иисус пришел две тысячи лет назад. Ну, мы просто в это верим, согласитесь? Я, согласно даты от Рождества Христова, родился в 1977 году. И, в принципе, когда я родился, я и понятия не имел, когда я родился, и в каком году, и в каком веке. Я вообще ничего не знал, придя в этот мир. Мы все приходим в этот мир, вообще ничего не зная, кто мы такие, откуда мы, и что тут вообще происходит. Мы не знаем ни истории, вообще ничего. Затем в школе нас начинают обучать. А мы на веру принимаем, просто доверяя людям. Но, когда мы взрослеем и начинаем анализировать информацию, то очень много начинаем видеть обмана и лжи и несостыковок. И то, что мы видим в этом мире, зачастую не согласуется с тем, что нам объясняли долгие годы. Поэтому иногда приходится переучиваться заново и самостоятельно, анализируя ту информацию, которую мы имеем на сегодняшний день. Ну что ж, если верить официальной истории, то Иисус приходил 2000 лет назад. У меня возникает вопрос. Почему о христианстве на Руси стало известно только через тысячу лет? Вам не кажется это странным? Это тысячу лет, вырванная дата. То есть, получается целую тысячу лет. Здесь никто не знал об Иисусе Христе, и люди, наверное, в ад шли, погибали или как. Хотя, православная церковь заявляет, что апостол Андрей, как его называют, первозванный, после того, как Иисус послал своих учеников проповедовать Евангелие, и мы знаем, что многие из них разбрелись по всему миру. Насколько нам известно, что даже Фома дошел до Индии, и там проповедовал Евангелие. Там даже есть церковь святого Фомы, насколько я слышал. Ну а как же насчет Руси, современной или древней? Православные утверждают, что апостол Андрей пошел в благовество и пришел в Киев. И из Киева, значит, там они говорят, он совершил свое пророчество, говоря, что там будет много церквей. Ну и дальше двинулся, так скажем, пройдя отчасти, ну так, мимоходом, проездом, что ли говоря, через территорию современной России. Ну и считается, что обратил там парочку, там два или три, значит, жреца, языческих жрецов, значит, той еще ведической или какой Руси, как говорится. Ну и дальше двинулся, пошел там, время был, Византия, в общем, там где-то был, и жизнь его, по преданию православной церкви, закончилась в Греции. В Греции он был распят на иксообразовом кресте. То есть он был предан мученической смерти. Италия целые тысяча лет вычеркивается вообще из истории России. А потом нам начинают рассказывать, что здесь были такие все необразованные эти русские, я вообще удивляюсь, это ж надо так русских ненавидеть, что называть их варварами. Даже этот православный всея Руси, этот царь, батюшка, или как его там, называл их дикарями и варварами. Это ж надо так говорить. То есть, ну, и такое впечатление, что здесь жили абсолютно такие темные, черные люди, которые не отличали левую руку от правой, вот, не имели ни письменности, ничего, что еще пришлось двух гонцов сюда заслать по имени Кирилла Мефодия. Но мне кажется, эти товарищи вообще на корню из памяти вообще вытерли русский язык. И вообще, если что, чтобы вы понимали, я не верю, что православие это христианство. Это византийская религия, это гибридная смесь. Причем смесь всех традиций и религий мира. То есть, в православии можно обнаружить и буддизм, и индуизм древний, все, что угодно. Все, что угодно, языческие, древние, древние веды там, старославянские какие-нибудь там, да все, что хочешь. То есть, это смесь. Даже сами храмы с куполами у православной церкви вообще ничего общего не имеют с христианством. Именно с тем христианством, которое мы видим в Евангелии. Так вот, у нас вычеркнуто из жизни целое тысяча лет, покрыто мраком. У меня встречный вопрос. Неужели Дух Святой не мог за эту тысячу лет донести Евангелие до жителей Старой Руси, так скажем? Не кажется ли вам, что вся эта дата умышленно была растянута во времени? В дальнейшем я сейчас покажу дальнейшие выводы, которые вы можете сами пронаблюдать и проверить. Так вот, но даже если мы возьмем за основу, что православию византийской религии на самом деле ровно тысяча лет, ну плюс-минус год-два мы не берем, тогда возникает логический вопрос. Учитывая, что православная церковь трепетно относится к захоронению усопших, особенно к захоронению своих святых, то возникает вполне закономерный вопрос, а где находятся все христианские кладбища? Ведь если православие здесь тысячу лет и Русь православная, святая Русь, как говорят, тысячу лет, почему у нас на территории России не находятся кладбища с христианскими или, как говорится, православными захоронениями старше 300 лет? То есть, где захоронения, которые могли бы быть старше 300 лет? Я перерыл всю информацию, я просмотрел древние захоронения на территории России, московские кладбища и другие кладбища. Я не нашел ни одного кладбища, которое было бы старше 300 лет захоронения. Логично возникает вопрос, где остальные древние христианские захоронения? Конечно, вы тут же мне скажете, ну что, просто вырыли яму, закопали камнем, приложили и забыли, и ушли. Но, согласно официальной версии, раньше хоронили людей вокруг храма или монастырей. И только при Петре Первом вышел указ, чтобы хоронить людей в другом месте. Да и вообще в Кремле даже там, рядышком хоронили в Москве. То есть, из этого мы видим, что люди раньше, ну если православию тысячу лет, хоронились вокруг храмов и монастырей. А теперь представьте, если вокруг храмов и монастырей на протяжении 700 лет проводились захоронения, но учитывая, что люди в каждом городе умирают каждый день. Каждый день. Десятками умирают каждый день. А если начинаются эпидемии болезни, а, к примеру, лет 300 назад, 200-300 лет назад в России была распространена чума, тотальная, тотальные моры, когда люди просто умирали, гибли пачками, людей захоранивали возле монастырей, то какими грандиозными должны быть, я не знаю, полями, по грандиозным площадям должны были осуществляться захоронения. То есть, здесь вывод один. Или их просто вырывали огромный котлован и сотнями, как во времена Великой Отечественной войны делали эсэсов, закидывали в яму и сжигали. Либо второй вариант, почему у нас не существует кладбище старше 300 лет, практически не существует. Хотя люди, учитывайте, умирают в каждом городе, даже в современном, каждый день десятками. Везде люди умирают, в любых поселениях, каждый день люди умирают и каждый день рождаются. Теперь, второй вариант. Если у нас не существует кладбищ старше 300 лет, то логический вывод, где они? По христианским канонам, по православным канонам, так скажем, крематории запрещены. Но если брать во внимание грандиозную гибель людей от чумы бубонной, которая была очень нередким явлением 300 лет назад, то логично предположить, что на территории России существовали крематории. Сегодня я вспоминал, размышляя, значит, на эту тему о православии, о, так скажем, его существовании на территории России, я вспомнил такое название, как «Русская печь». Вам ни о чем это не говорит. Конечно, это мое измышление, я не уверяю, что это так. Но мне кажется, изначальное применение «Русской печи» было не для того, чтобы на ней Иванушка-дурачок катался и путешествовал. Наверное, слово «Русская печь» имеет в себе очень большой смысл. И сегодня, до сегодняшнего дня, во всем мире, не только на территории России, могут сохраняться различные здания, которые по своей форме уж очень напоминают «Русскую печь». Поэтому отсутствие кладбищ более 300 лет наталкивает на ту мысль, что на территории современной России существовали крематории, где людей просто жгли. А во время бубонной чумы и прочих эпидемий также русский Ваня уничтожался в своей «Русской печи». Но это мое предположение. Вы можете думать, что я сошел с ума, но просто объясните мне, куда делись кладбища старше 300 лет. Их просто нету. Можно откопать какое-то древнее кладбище, но это будет какое-нибудь иудейское кладбище. Но не христианское. То есть христианские захоронения всегда осуществлялись надгробным камнем со словами Евангелия или с крестом, на камне, на глыбе камня. То есть каким-то образом. И не думаю я, что на протяжении 700 лет закапывали всех православных, если православие, то тысяча лет, просто в землю в простыни, не положив даже надгробного камня. Если мы учитываем, что на территории России существуют грандиозные дворцы и замки, в которых в строениях употреблялся гранит, огромные камни, обработанные, причем не вручную, а так скажем штампованные, то логично предположить, что надгробные камни могли использоваться, и они должны были бы остаться. Но тут логичный вопрос. Где захоронения христианские православные старше 300 лет? И это не единственный вопрос, наталкивающий на мысль, на самом ли деле православию тысячу лет. Просто проанализируйте сами. И вопрос заключается не только в отсутствии могил старше 300 лет, Вопрос заключается еще и в том, что у нас практически на территории России, я не говорю за другие страны и государства, говорю за территорию России, практически не существует даже деревьев, которые были бы возрастом старше 300 лет. Если вы возьмете все старые фотографии, которым примерно хотя бы 100 лет, то вы в принципе нигде не найдете огромные бескрайние леса, как мы пели еще во времена СССР, широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Где все наши леса? Даже на древних фотографиях, на старых фотографиях или рисунках, к примеру, территория Сибири, выглядит как пустырь. Поэтому все сибирские леса, практически все, это уже искусственно засаженные деревья. И тут возникает логический вопрос. Куда могли пропасть деревья? Куда? Все леса громадные не вырубить, чтобы каждому построить по избушке. Все деревья, практически существующие на территории России, одного возраста. То есть как это выглядит? Что практически в один год, ну так если грубо говорить, взять засадить молодые саженцы, то все они будут выглядеть одинаково возраста и одинакового роста. Посмотрите любую посадку, когда вы едете вдоль трассы. Поэтому все наши леса, это не что иное, как искусственно насажденные посадки молодыми деревцами. Были засеяны просторы, так скажем, нашей Руси. Интересно, да? Вот обратите внимание на посадку вдоль поля. Там все деревья одинаковые. Почему? Потому что в один прекрасный день взяли однолетние растения, деревья всех видов, посадили и все. Поэтому они растут. И по времени один от другого практически не отличаются. Есть, конечно, минимальная, незначительная разница, но в основном все деревья у нас одного возраста и не старше 300 лет. Хотя деревья могут жить и дальше, и намного больше есть такие виды деревьев, которые живут очень долго, 500 и более лет могут существовать. Это тоже наталкивает на очень интересные мысли. А не произошло ли у нас на территории России какого-то катаклизма, который уничтожил все живое? Не может ли это объясняться тем, что у нас отсутствует кладбище, ориентировочно, чтобы были старше 300 лет? У нас отсутствуют деревья старше 300 лет. И если вы посмотрите на все здания архитектуры, не только по территории России, а вообще по всему миру, то все они практически датируются одинаковым возрастом, начиная с 1815, 20, 30, 50, некоторые там с 1750 какого-то. То есть все здания, как на одно лицо, проштампованы практически одними и теми же датами постройки. К примеру, у нас в городе, я смотрел дату, значит, как нам официально, значит, преподносит администрация, там, к примеру, здание таков, в этом здании, к примеру, жил врач такой-то в таком-то году, а в том здании, у нас на каждом старинном здании архитектуры висит табличка. Но там в основном пишут, либо когда оно было построено, либо когда в нем кто-то жил, известно, какой-то барин, купец, но у меня логичный вопрос. Если со времен Великой Отечественной войны, или даже взять еще раньше, со времен революции, власть менялась несколько раз, то логично предположить, что если во время революции здесь менялась в нашем городе власть 4 или 3 раза, то я уж точно уверен, что все архивы практически могли быть уничтожены. Тем более, во время Великой Отечественной войны, когда Армавир бомбился немцами, и когда в Армавир входили немецкие войска, то вряд ли вся бумажная макулатура, так скажем, могла сохраниться. Поэтому логично предположить, что после окончания Великой Отечественной войны здания старинные официально регистрировались, и даты построения писались от фонаря. Просто. Или от определенной даты, ориентировочно, когда жил тот или иной купец. Но он там жил, к примеру, в 1895 году, так ориентировочно. А когда же дом построен был? Видите, насколько все интересно. Также, если вы обратите внимание на все постройки древних замков, древних дворцов, то вы обнаружите тоже очень интересную вещь. Каким образом они могли, к примеру, отапливаться в древние замки? Они нам говорят, что все это отапливалось дровами, да, дровами или каминами. Вы можете себе представить, что будет с человеком, живущим, ну или с каким-то королем, с королевой живут в замке, колоссально огромном замке, каменном. Который отапливается, ну, в одной, в двух комнатах камина. Вот, можете себе представить, семейная пара, король с королевой. У них в комнате, где они спят, в царской палате, камин. Вопрос. Кто-то, что вы, должен всю ночь топить дровами? Сомневаюсь я, что царь сидел всю ночь и топил дровами камин, чтобы обогреть свою царевну. И глубоко сомневаюсь я, что кто-то из, значит, холопов царских мог бы находиться в царской спальне, подкидывая дровишки, в то время, как царь с царевной на своем брачном ложе мирно спят. Сомневаюсь. Если вы вглянетесь во всю нашу официальную историю, беря как историю России или историю возникновения православия на Руси, то, дорогие друзья, все у вас встанет перед глазами, лично, как у меня, с таким впечатлением, что просто от фонаря кто-то взял и перекроил всю историю, вычеркнул многие моменты из жизни, просто-напросто вычеркнул, перекроил всю историю, начиная с возникновения России, Руси, так скажем, заканчивая возникновением православия, где выпадает целая тысячу лет. Возникает закономерный закономерный вопрос, а не обманули ли вас, друзья, в датах? Не растянул ли кто-то умышленно для нас даты? Может быть, все события, которые происходят в мире, происходили совершенно недавно? Может быть, на самом деле православию здесь не тысяча лет? Может быть, все даты были умышленно какой-то группой людей, растянуты во времени? Вы зададите встречно-логичный вопрос, Женя, а зачем же нас обманывать и подстраивать? Учитывая слова Иисуса Христа, который сказал, что князь мира сатана в этом мире правит, и как Иисус говорит, вот идет князь мира, и он во мне ничего не имеет. Учитывая то, что дьявол предлагал Иисусу Христу все царства этого мира и богатства, но Иисус отказался. Логично стоит предположить, что на земле обязательно найдутся те люди, которые не откажутся от богатств этого мира. И для того, чтобы тобой управлять, это вы только думаете, что время рабства прошло, оно никуда не прошло, и сегодня существуют хозяева этой земли, которые не отказались от богатств, предоставленных им дьяволом, но с условием, чтобы они ему служили и поклонились. А также существуют рабы. И для того, чтобы раб мог служить верно своему хозяину, для раба создают индивидуальную историю возникновения, к примеру, земли, историю возникновения Руси, историю возникновения православия, ну, как я уже сказал, для меня православная церковь, это не христианство, это Византия, византийская религия, ведущая захватнические религиозные войны. Поэтому все эти крестовые походы по захвату территорий, под видом благочестия, служения Христу, все не что иное, как маска, как еще говорил Иисус, волки, надевающие на себя овечьи шкуры. Все это так называемое крещение Руси, которое было насаждено насильно, в принципе. И еще самое интересное, когда Владимир пытался избрать для себя, принять религию для управления народом, ведь это вы все знаете, для того, чтобы объединить народ, ему нужна была религия, благодаря которой можно управлять народом, подминая народ под себя. Византийская религия как-никак подошла к стати, красивая, помпезная, с прекрасным убранством, с коронами, да еще и можно есть и пить и весело жить. Он послал своих гонцов, насколько вы знаете, для того, чтобы они осмотрели все существующие религии и приняли для себя так скажем наиболее подходящие. Все его гонцы, разведчики нашли так называемое христианство, коим оно на самом деле не было и уже от основания евангельского было оторвано далеко, далеко и далеко. Поэтому Владимир решил принять эту религию посредством которой и на опыте Византии можно было бы прекрасно осуществлять господство и управлять людьми. Ведь это очень удобная религия под названием православие. С помощью ее можно людей содержать в подчинении, благословлять их на войны за веру, за царя, за отечество, приписывая царям какие-то чуть ли не святые, не знаю, занося их в ранг святых, что ли. Ведь это очень удобно осуществлять патриотизм. Вообще это слово патриотизм мне очень глубоко не нравится, потому что патриотизм это такое, знаете, воспитание безумного раба, который за хозяина может отдать свою жизнь. То есть ради своего хозяина, помните, как там, за Ленина, за Сталина, вы понимаете, за кого они гибли? За Ленина, за Сталина. То есть вся наша система мироустройства заточена исключительно на воспитание верных и послушных рабов. Хотя ты меня слушаешь и скажешь, я не раб. Раб еще какой раб? В любое время за тобой придут, дадут автомат и кинут тебя в топку. Раб вся система мироустройства построена так, что жители каждой страны являются рабами. Только у одних господа чуть лучше относятся к своим рабам, у других чуть хуже. Но как ни крути, вся наша система рабства с ее банковскими системой и всем остальным. и если вам рассказывают сказки, что все наши госструктуры нацелены на то, чтобы народ лучше жил, то по-моему любой человек, мало-мальски умеющий здраво рассуждать, осознает эту ложь. Давайте вернемся к уже пройденному материалу и вернемся к замкам нашим. Вся эта лживая история нам начинает преподноситься еще с детства, говоря, что вот древние люди, они так жили, значит, там, но цари и царевны и королевы жили в замках. И даже все наши фильмы исторические нам показывают, каким образом раньше люди жили. Но никто из нас не задается вопросом, когда в том же фильме вы видите древние замки, где бал, король, королева. Никто не задумывается, а как они отапливаются, а как там люди живут зимой. А вам, чтобы вы много не думали, говорят, да, печку топили. Ну, если подумать, вы помрете в замке осенью, зимой. Ведь там очень толстые стены. И камин, вообще-то, в любом замке используется не для отопления, а просто для дизайна, чтобы хозяин замка мог вечерком посидеть у камина и посмотреть на костер. Камин не отапливает помещение, он не может его отапливать. Вопрос, как же тогда отапливались замки, а как же осуществлялось освещение, ну, нам сказали, жгли свечи. Хорошо, это сколько нужно жечь каждый день свечей, это какой свечной завод должен штамповать свечи, чтобы они горели наверху на гигантских люстрах и воск стекал на голову всей царской свиты, тогда как они танцуют в царском дворце, так что ли, чтобы горячий воск капал на платье царевном, всем вельможам и князьям и царю на голову с короной воск капал, а с другой стороны мы смотрим на гигантские здания и думаем, а как же все это нам построили, интересно, а ведь нам внушают, что никакой цивилизации не было, что люди это все строили вручную, вот мне интересно, сколько нужно собрать кирпичей, чтобы вручную из цельной породы камня выколотить с помощью зубила одинаковые кирпичи по своей пропорции, трудно себе представить, да, но очень легко себе это представить, если у вас есть определенные технологии, благодаря которым можно осуществлять строительство, используя тяжелую технику, как это делается сегодня, используя электроэнергию, конечно, вы задаете встречный вопрос, ну и как они отапливались? Вполне реально отапливались беспроводной энергией, ведь если мы будем ссылаться на Библию, для меня, кстати, очень удивительно, что православный синод, сбор, который собирал книги Библии воедино, как они не углядели-то этот момент, чтобы его как-то спрятать и замаскировать, ведь книга Иова, 28 глава, напрямую говорит, что даже во времена Иова люди могли добывать гранит, а он не может добываться без использования взрывчатки и электричества, и обрабатываться тоже не может, значит, исходя из писания, мы видим, что цивилизация в человечестве у человека была всегда, но нам лгут всегда и постоянно лгут. Поэтому мое сегодняшнее обращение и мой сегодняшний рассказ был в качестве, так скажем, моего взгляда, где я в чем-то основывался на писании и на своем, так скажем, личном мировоззрении. Вы скажете при этом всем, ну, хорошо, Женя, ты высказал нам свою точку зрения, и что нам теперь делать? Ладно, нам все подменили, все перевернули, даты поменяли, хорошо, что делать? А делать остается единственное, доверять своим сердцем только Господу нашему Иисусу Христу. Он единственное, кто является для нас путем истины и жизнью. Христу. Христу. Христу.